Всем привет! С вами Man of Comics. Игра Бристолов, наверное, самый популярный сериал в данное время. И он снят по мотивам книги Джорджа Мартина «Песни льда и пламени». И дело уже дошло до комикса, который успели выпустить в России издательство АСТ. И вот он. Поехали! Наверняка уже практически все фаны купили данную книгу. А те, кто не купил, пожалуйста, слушайте мой обзор. Начнем с издания. Обложка выполнена в барханном стиле с глянцевой вставкой на обложке Нед Старк и дерево, которому поклоняются некоторые жители Пяти Королевств. На крышке название книги и имя автора, и сзади просто красный фон. Сама обложка – это супер обложка. И, пожалуй, я ее сниму, чтобы показать вам саму книгу без всяких проблем. На обложке тут, ну, краткая биография автора. И все, отложим, пожалуйста. Если снять ее, то здесь будет просто тупо белый фон. И на корешке красной вставкой сделано то же самое имя автора и название серии. И сзади тоже белый фон. Немного глуповато, но нормально, сойдет. Белый разворот тоже не очень. И достаточно качественно сделаны листы бумаги. У меня нет придирок. Единственное то, что в некоторых местах с краской она пачкается жиром, когда руки, например, потерят. Но это уже придирки. Так что в начале каждого, можно сказать, сингла, главы идет обложка. И начинается, ну, с такого разворота. Ладно, в общем, что могу сказать. Ну, тут комикс. Ну, ладно. Ну, историю, я не знаю точно, рассказать вам или нет. Расскажу вкратце, что и как тут все происходит, о чем. История происходит от разных лиц. Например, от Неда Старка, главного героя первого сезона Игры Престолов. От королевы Халиси Дейнейрис, которая вскоре станет, не буду говорить кем, чтобы не спойлерить. И, в общем, тут нужно читать. Я не буду все вам рассказывать дословно. Потому что действительно запутанный сюжет. И вдаваться в подробности это будет слишком скучно. Ну да, лучше просто посмотреть сериал. Что касается персонажей, все будут искать отличия от сериала. И они действительно тут вообще-то много. Или вообще, да, другие. Кто-то толще, кто-то худее, моложе, старее. И они вообще абсолютно отличаются от сериала. Ладно. Теперь закончим дополнительным материалом. Которые имеются в этой книге. Наброски. Обложки вариантные, видимо. Ну и история создания, я думаю, комикса. И на этом с книгой мы покончим. Советую вам посмотреть сериал и вдуматься в него. И если хотите прочитать книгу. Я не стал вдаваться в подробности в моем видео. И этот обзор не был уж таким обзористым. Потому что, посмотрев сериал, вы не найдете ничего нового в комиксе для себя. Если же вы не смотрели сериал или являетесь прям заядлым фаном «Игры престолов», то действительно советую вам прочитать этот комикс. Он охватывает где-то три первые серии первого сезона. Не так много. И я думаю, что в ближайшее время я не буду покупать комиксы данной серии. Может быть, в будущем времени. Но это мы посмотрим еще. И на этом все. Всем спасибо. Кстати, у меня появилась идея залить летсплей с игрой от «Толтейл», «Игра престолов». Если же вам нравится такая идея, то пишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Ну а с вами был Mail of Comics. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем спасибо. Пока.